Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем говорить о Святой Троице. Святая Троица – это Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Когда мы говорим о Боге, мы всегда имеем в виду то, что Бог – это Тот, Который превознесен над всем и всеми. То есть в Боге нет ничего такого, что надо было бы усовершенствовать, и тем более в Боге нет ничего такого, что может как бы ослабить Его величие. В Боге, сказано в Библии, нету тени перемены. Вот это очень важная истина, которую мы должны усвоить, чтобы понять тайну Святой Троицы. Потому что все, что меняется, меняется или в лучшую сторону, для Бога это неприемлемо, Он уже есть, само совершенство, или в худшую сторону меняется то, что меняется. Это тоже неприемлемо для Бога в определении того, что у Бога и есть само совершенство. Теперь обратимся к библейскому определению. Сказано, Бог есть любовь. Когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, на самом деле нет особой сложности для нас, живущих в сотворенном мире. Потому что любовь Бога, она проявляется в чуде сотворения мира, в той заботе, которую Создатель проявляет по отношению к нам. Божественная любовь является нам и в жертвенном подвиге Христа Спасителя на Голгофском кресте, как и сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечно. Но если Бог неизменяем, и Бог есть любовь, то возникает вопрос, а до сотворения мира Бог, который является любовью, это любовь кому? И вот здесь надо обратить внимание на христианское решение этого вопроса. Мы христиане, ортодоксы, мы не верим в одиночество Бога, так как в одиночество Бога веруют мусульмане или иудеи. Потому что если Бог милостивый и милосердный, то возникает вопрос, а до сотворения мира Он милостивый и милосердный по отношению к кому? К себе. Если Бог – любовь, а до сотворения мира Он, который всегда есть любовь, это любовь кому? Если мы признаем одиночество Бога, тогда Бог становится источником себялюбия и эгоизма. Так вот, христианское учение о Троице решает эту дилемму. Христианская церковь учит словами блаженного Августина, что Бог Отец предвечно любит Бога Сына. Бог Сын предвечно любит Бога Отца. Бог Отец имеет жизнь саму в себе и постась. И Бог Сын имеет жизнь саму в себе и постась. И любовь обоих имеет жизнь саму в себе и постась Духа Святого. Таким образом, отвергая одиночество Бога, исповедуя божественное единство и веру в три божественных ипостаси, мы решаем проблему. Таким образом, учение Святой Троицы – это учение о божественной любви. «Ибо мир творится от избытка божественной любви, когда Господь творит мир из ничего, Он это делает, чтобы поделиться радостью собственного благостного существования с еще не существующими существами». Таким образом, догмат о Святой Троице – это догмат о божественной любви, которая предвечна, и она проистекает от Отца к Сыну, от Сына к Отцу в Духе Святом. И она не имеет ни начала, она не имеет ни конца, потому что Бог, Который есть любовь, и Который творит мир, Он творит его в пространстве и времени, Он Сам, как вездесущий, выходит за пределы и пространства, и времени, присутствия одновременно в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Таким образом, божественная любовь наполняет весь мир. А о Духе Святом апостол Павел пишет прямо, «Что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Любовь – это сущностное свойство лиц Святой Троицы в их взаимоотношении предвечном друг с другом, но это и собственное имя Духа Святаго, как собственное имя Сына Божия, Слово или Логос, о котором сказано в Евангелии Атаана, «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Таким образом, божественная любовь, она не эгоистична, она не замкнута сама на себя, она является движением, в проявлении любви одной ипостаси к другой действиям Духа Святаго. Когда мы украшаем наши храмы в День Святой Живоначальной Троицы с зеленью, березки, ветви березок, трава на полу, этим самым мы пытаемся пережить то, что пережил праведный Авраам, когда под маврийским дубом ему является триединый Господь в виде трех ангелов, которые в этот момент были иконой треединого Бога, невидимого и непостижимого. И, приветствуя трех, Авраам обращается к одному, потому что, да, три ипостаси, но одна божественная сущность. Что это значит? Все, что имеет Отец, имеет и Сын, все, что имеет Сын, имеет и Дух Святой, кроме ипостасных свойств. Ипостасные свойства Бога Отца Он безначальный, ипостасные свойства Бога Сына Он предвечно рождается от Бога Отца, ипостасные свойства Бога Духа Святаго Он предвечно исходит от Бога Отца. Тайна Святой Троицы была приоткрыта в день Крещения Господня, который иначе этот праздник называется Днем Богоявления, когда человек из крови и плоти, Иоанн Креститель, созерцал тайну Святой Троицы, он видел второе лицо Святой Троицы, Сына Божия, стоящего в струях Ордана. Он видел третье лицо Святой Троицы, Духа Святаго, который в виде голубином парил над головой Сына Божия. И из осеняющего облака, которое он видел, он слышал голос Бога Отца, который свидетельствовал о своем Сыне. Если мы называем Бога Отцом, то прежде всего потому, что у Него есть Сын Единородный, безначальный, Господь наш, Иисус Христос. Если мы называем Христа Сыном Божиим, мы всегда имеем в виду, что мы это делаем, потому что у Него есть Отец. И не было такого времени, когда у Отца не было Сына или у Сына не было Отца в применении к лицам Святой Живоначальной Троицы. Христос называется Словом. Но можем ли мы представить Бога, который лишен своего слова? Одинокий и немой Бог, без Сына. Конечно, нет. В христианском понимании Отец имеет Сына, Сын имеет Отца, и они в любви и радости общения в Духе Святом. Таким образом, призыв Христа «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все» – это призыв свидетельствовать о божественной любви лиц Живоначальной Троицы. И Христос проецирует свои взаимоотношения с Отцом на самих верующих, когда, обращаясь к своим ученикам, говорит «Будьте едины, как я един с Отцом». Почему преподобный Сергий Гумен Радонежский назвал обитель во имя Святой Живоначальной Троицы? Потому что в то время русский народ был разобщен, русские княжества не имели единства, и их надо было объединить. Поэтому, когда Сергий принимает такое решение назвать обитель во имя Живоначальной Троицы, это было не только религиозное, но и политическое решение. Надо было призвать под стягом веры в Святой Троице, под этой священной хоругвию нашего исповедания, разрозненный русский народ к единству друг с другом, к единству в любви. Тайна Святой Троицы при всей достоверности библейской, она все равно остается непостижимой. Косвенно на эту тайну указывают тексты в Библии, чаще в Ветхом Завете, где говорится о Боге в единстве в некотором множестве. Например, первый стих Библии вначале сотворил Бог. Так вот, на оригинале слово сотворил по-еврейски Бара в единственном числе, а слово Бог по-еврейски во множественном числе Элугим. И вот в таких текстах, где о Боге говорится в единстве и во множестве одновременно, в Ветхом Завете достаточно много. Это свидетельство о том, что в эту тайну были посвящены еще Ветхозаветные пророки. но наиболее полно тайна Бога любви, Бога живоначальной троицы раскрывается в новозаветный период существования народа Божия, когда верующим открывается в полноте этот трехсиятельный догмат о том, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой это Единый Господь. И если мы возьмем символ веры Святого Афанасия, то там говорится, что мы не верим в трех Богов, мы не говорим, что три Бога, мы говорим три Единый Бог, и это тайно в некотором смысле непостижимо. Если кто-то скажет, что в лицах Святой Троицы присутствует первый, второй, третий, это не совсем корректно, потому что все, что имеет Отец, имеет и Сын, и Дух Святой, и наоборот. Если кто-то представит себе какую-то другую конструкцию, как может выглядеть с точки зрения логики, Святая Троица, найти какое-то математическое решение, это не очень будет удачно. Единственное подходящее решение это три равно одному, потому что один равен трём. Некогда учитель церкви воскликнул верую, потому что абсурд. Почему он так воскликнул? Если речь идёт о божественном догмате, он выше человеческой логики, он выше человеческих представлений о логичном и нелогичном, он бога откровен, такой догмат, и он всегда в чём-то непостижим, потому что является объектом веры. Мы верим в святую единосущную троицу. И эта наша вера является нашей добродетелью, ибо вера одна из трёх теологических добродетелей, а, как известно, добродетели вменяются человеку в заслугу. А если бы мы имели бы чёткое доказательство любого догмата веры, то мы теряли бы награду за эту добродетель, потому что тот, кто познал что-либо, он как бы вступил на эту ступень и воспринимает её как нечто пройденное. И вот был великий отец древней церкви, блаженный Августин, который однажды шёл по берегу моря, рассуждая о догмате Святой Троицы. Он хотел логическим путём проникнуть в этот догмат. И он увидел на берегу моря мальчика, который выкопал маленькую ямку, и он подбегал к морю, брал воду, бежал к этой ямке и лил эту воду в эту ямку. Августин подошёл к этому ребёнку и спросил, а что ты делаешь? На что отрок ответил, я хочу это море перелить в эту ямку. Вот это был ответ для блаженного Августина о том, что как бы мы не приближались бы к пониманию этого догмата, это всё равно, что детские попытки перелить море в ямку, которую ребёнок сам выкопал своими ручками. Тайна Троицы это тайна веры. А доказательство может восхитить награду веры. Но вера значит больше, чем знание в теперешнем таком потребительском смысле этого слова. Знаю, то есть понял, я это уже прошёл, я это уже изучил, это как бы пройденный этап. Даже вечности нам не хватит для того, чтобы наслаждаться постижением Бога, а в этом и будет заключаться вечное блаженство, возрастание, познание о Боге. И чтобы это лучше кому-то представить, вспомните, как в детстве вы, например, решали какую-то математическую задачку, и у вас не очень получалось. И вдруг, как вспышка света, вы нашли математическое решение этой задачи, и вас переполняет радость, и вы хотите поделиться этой радостью с другими, и тянете руку, чтобы учитель позволил бы вам рассказать о том решении, которое вы нашли. Так вот, самая великая радость, это радость постижения Бога, но Бог открывает нам себя только в той мере, в какой мы можем вместить это его откровение о самом себе. Бог, который открывает нам себя в догмате Святой Троицы, это Бог, который есть любовь, вечная и непрекращающаяся, неограниченная ни временем и пространством. Поздравляю вас всех с праздником Святой и живоначальной Троицу.